Вот такой годный выезд, парад, лошадей на всех не хватило, поэтому, видите, не заработали еще. Но мы будем стараться, чтобы, может быть, железные кони будут в следующем году. Не знаю, на велосипедах, на самокатах, но мы выйдем. Ребята, за вас! Давайте эти аплодисменты! Вот такая у нас с вами, может быть, небольшая, но очень хорошая, дружная, веселая компания, которая всегда готова вписаться на любую движуху, побегать, попрыгать, поскакать, приехать и насладиться вашим действием. Так, что кони? У нас кони готовятся потихонечку. Пока готовятся кони, мы можем сейчас показать следующий момент, что юные, прекрасные, очаровательные создания наших девушек. Выйдите, пожалуйста, сюда ко мне в один ряд, чтобы вас видели, ценили. Выходите, не стесняйтесь, что вы. Сегодня ваш звездный час, ваш момент и жучка. Жучка. А то тут цензура, поэтому жучка. Вы знаете, одной и отличительной чертой этого фестиваля является то, что благородным, прекрасным женщинам, этим замечательным созданием уделяется очень большое внимание, дается право голоса, мы их отличаем. Почему? Потому что во многих фестивалях это в основном боевые действия, война, сражения и так далее. А их заслуга уходит в тень. А ведь это на самом деле несправедливо. Ведь именно эти замечательные хрупкие барышни держат на себе лагерь, готовят еду, приносят воду, которая жизненно необходима во время поединка. И не было равных ему. Был воин настолько горд собой, что никто не мог занять сердце его. Но вдруг появилась дева невиданной красоты. Сердце воина при виде ее затрепетало в груди. Но за то, что воин был слишком горд собой, мудрые боги прокляли их любовь. Решили боги проучить. Что поединка, конечно же, это очень тяжело. А самое главное, достаточно страшно. Все хотят выжить, все хотят победить. Поэтому бойцы не особо рвутся в бой. Особенно вот по ту алибарду, когда у тебя тупо шлеп. Задавливают, как умеют. И вот он, фланговый маневр пошел. Обратите внимание, наши берсерки ломятся, бегают. Эх, провалился, Вася, Вася. Что ж ты, я на тебя, а ты, эх. Но ты достал, твой полет был. Ракета, уроу! Все, 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 хватит рыцарей бить. Молодцы. Давайте поаплодируем, ракета взлетела. Стартануло неплохо. Уфинджуса, я вас верю, у вас все получится. На самом деле, вчера было примерно так же. Они первую сходку слили, дали возможность тем почувствовать, что они что-то могут. А дальше стальной каток праведного гнева разлился по всему полю. И наша ракета летала, как спутник вокруг Земли. Старалась и при этом нахлобучивала, как умела. А было интересно, и было прекрасно, и Гучезар. Вот, смотрите, тут уже тактика пошла. Они уже не разбредаются, как обычно. Держат строй, а тем самым маневренные викинги пошли в обход. Их задача раздернуть, задача обыграть, так, чтобы было тяжело. Вот он флангом, смотрите, партизан, партизан подержал. Если бы у нас были такие партизаны, аккуратно, все-всего попало, попало. Ты как фигур, ты оттянул все внимание на себя. У меня же сердце дрогнуло. Я за тебя так переживаю каждый раз. На самом деле, очень тяжело, конечно, смотреть, а то, как... Да-да, натыкали уже полную, так сказать, огурцов. Держим, держим, ракета, молодцы, стараемся. Ну, ты снайпер, конечно, сынок. Аккуратненько. Ай, битьяй. Попало хорошо. Ату его, ату. Ракета. Боб, боб к Андрюхе. Боб к Андрею. Е-е-е-е-е. Предательский удар спину своего, походу, делал, я так понимаю. Это молодее. Андрей, спина еще есть еще. Вот они, два на два. Малыша-то теперь нанесите. Давай храброму поаплодируем. Молодец парень, сражался. Оцените, да, что подростки наравне со всеми проявляют чудеса открытого противостояния, столкновения. Это те... Алибарда шведская. Шведы умели, любили, практиковали. Видоизменялась она по всякому, по стечению веков. Но основная форма оставалась ее такой же. Появлялись крюки, появлялись фейки, чтобы колоть, потому что видоизменялось вооружение. Вот такой вот корпусный доспех. Анцифор. Это русский доспех на 13 век. Защита предплечья наручами. И вот такой вот шлем. Городец. Тоже как бы беспрекрас. Хорошая рабочая модель. Глухая защита. Голову, так сказать, самая важная, активная, чем наградил нас Бог. Поэтому нужно ее беречь, ценить и любить. Теперь, что у нас... А можно мы Европу посмотрим? Можно нам Европу посмотреть? Просто чтобы люди понимали, о чем идет речь и как это все менялось и зачем это все двигалось. По истечении времени эволюция войны шла таким образом, что если вначале техника фехтования ставилась на один акцентированный удар, люди начали вооружаться, защищаться, здесь уже требовалось пробить, забить человека в землю, то потом снова пришли к тому же, зачем тратить много сил, когда можно уколоть. И появились там различные шпаги, рапиры и так далее. И вот у нас уникальный участник нашего фестиваля. Это, во-первых, европейский костюм, во-вторых, прекрасная барышня. То есть вы, чтобы не думали, что занимаются этим неблагородным делом одни мужчины. Нет. Вот такие очаровательные леди тоже могут, умеют, любят и практикуют. Бригантинный доспех, смысл такой же, что под сухном у него металлические пластины, защищает хорошо, в использовании неприхотлив, не надо постоянно чистить, заботиться. Бровь положил на полочку, пылится, ему только лучше от этого, моль не ест. Защита рук три четверти, наплечники, локти, наручи, вот такая вот замечательная перчатка, песочные часы. Да, правильно? И щит, тарч называется, с раскраской, может быть, как клуба, который представляет боец, может быть, с индивидуальной раскраской, если боец является, допустим, предводителем или офицером, ну, десятником. То есть за заслуги обычно дается. Хороших бойцов, у них у всех своя раскраска, их все знают, любят и понимают. Можно ножку вперед? Вот такая вот защита ноги. Если вы обратите внимание, что у Олега полосатые штаны и до 9 века, как таковые, русичи слабо пользовались, здесь у нас есть еще моменты защиты ноги, это наколенник и голень, но есть пустое пространство, да? А вот эти два человека представляют вам уже защиту ноги целиком, начиная от голени, голень, колено и бедро. То есть нога, что спереди и сбоку закрыта, а позади, конечно же, она и есть свободное место, чтобы сгибать и работать. Но, как говорится, что к врагу спиной мы не поворачиваемся и все должно быть у нас прекрасно тяжело. Потому что мало того, что в руке у тебя полтора килограмма железа, это вместе с перчаткой и защитным вооружением, так еще и на теле на тебе надет маломальский хороший доспех. Поэтому все не так легко, как кажется. Сильные, хорошие, мощные удары прилетают. Ребята работают, выцеливают друг друга, на тактику работают. Обратите внимание на стойку бойцов. Один работает в классической турнирной стойке, когда для экономии дыхания и энергии вещь укладывается на плечо, а второй репетирует свою мускульную силу. Как сказать, каждый заморачивается, как хочет. Четкие акцентированные удары в голову проходят, пропитают через все структуры. Танцевать можно, да, это ж парень, чего ты стесняешься. Он тебе точно претензий не предъявит. Вот, ногами можно, чего ты вести. Так что все хорошо. Для тех, кто думает, что господа рыцари, это железные консервные банки, которые мало способны двигаться, то вот вам яркий пример. И тарчем, и рукой, и ногой разрешены, в принципе, все приемы, либо достижения цели. В цели было нужным. Ох, какой хороший, привесился свист. Устали бойцы? Давайте поаплодируем. Давайте поаплодируем. На самом деле, в процессе поединка время летит просто незаметно. Разомкнуть чины, когда строй уплотняется, и на него бежит другая орда с задачей продавить, чтобы прям вот так вот никуда не сдвинуться. Ну, например, у вас за спиной ваш дракар, а вам на нем еще домой будут. И чтобы его не сожгли, не сломали, не пограбили, на котором уже добыча, надо как-то его защищать. Разомкнуть чины. Более свободный строй позволяет работать более активно второму ряду. То есть это те люди, которые стоят с продексом, с копьем и помогают. То есть по факту получается, что задача первого ряда сдерживается на атаку и натиск соперника, а основной урон наносит именно второй ряд. Более того, люди, которые сражаются в первом ряду, они не бьют друг друга напротив. Они всегда работают по диагонали. Как в шахматах. Потому что правая рука, если она вытянется здесь, ее сразу же отсекут. А если мы работаем по диагонали, то ее вытягивать не надо. Достаточно кистевого движения, и все хорошо и прекрасно. Ты цел, конечности целы, соперник повержен. Поэтому все простенько. Клин. Как летят птицы в небе, так и наши прекрасные бойцы организовывают клин. Служат прежде всего против набегания коней. Не знаю, почему многие люди думают, что варяги не пользовались конями, что они исключительно на ногах. Нет. Если у них была возможность использовать средства передвижения, то они им активно пользовались. А трофея как? Тихо, быстро нашел. Значит, работаем аккуратно, без суеты. Команда готова. Начали. Также по одному попаданию. Спокойненько. Дружно, вместе. Аккуратно. Обратите внимание, что тут уже стараются работать все хорошо. На технику больше. Есть. По одному бойцы выбывают. Все случается. Хорошо прошел. Достал. Так аккуратно шлифок по ягодицам. Он не чувствовал. Да, вот. Ему ласки нужны себе. Вася, не очкуй. Вот тут у нас все. Отлично. Слетело копье. Иди. Вот. И здесь у нас счет 1-1. Неплохо. Мне нравятся эти команды на джентльменском языке. Гарри, не соблагодарите ли вы подойдите ко мне, джентльмен. Ибо я нуждаюсь в вашей помощи. Если не дети, мы бы, конечно, по-другому их озвучивали. Трупы лежат. Что ты там толкаешь? Так не надо делать. Все. И нападающие пронападали. Поздравляем их. Они добыли свое золото в боях. И честь, и славу. Как в нашей повседневной жизни может случаться на самом деле. Давайте им поаплодируем. Эти замечательные ребята стараются всей своей душой высказаться и показаться по большому счету все то, что мы с вами видим и знаем. Давайте мы их отпустим в небольшой перерыв, чтобы они отдохнули, попили воды, разделись, починили амуницию, у кого что сломалось. И я думаю, мы чуть попозже вас еще позовем. Многие люди спрашивают, интересуются, почему мы называем там мужчин рыцарями. Давайте сразу определимся. У всей вот этой толпы два рыцаря. Два. Что позволяет нам говорить, что у нас есть рыцари. А да, конечно, мы гопота сельско. Это были наставники, те, которые учили молодых людей, юных падаванов. Не всегда люди, которые воевали, это полноценно там с утра проснулся и давая врагов убить налево и направо. Нет. Они старались, смотрели, дружили и работали. Также различные ремесла представлены на нашем сегодняшнем фестивале. Это кончарное искусство, кожевельная мастерская. Чтобы вам было на что посмотреть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!